В пресс-релизе? Официальная формулировка данной московской антидопинговой лаборатории не были полными и достоверными. Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский говорит, борьба за медали уже началась. Это просто борьба напрямую со своими конкурентами, которыми являемся мы. Спортсмены, которые докажут свою невиновность, смогут выступать, но под нейтральным флагом. В общем, ситуация – полное повторение того, что было перед Олимпиадой в Пхенчхане. Вокруг нас было очень много противоречий, и на нас, так скажем, вылилось очень много неприятной информации на тот момент. Поэтому я знаю, каково это, и не хотелось бы повторить все это, потому что мы все-таки патриоты нашей страны, и очень хотелось бы защищать именно нашу страну на таких соревнованиях, как Олимпийские игры и Чемпионат мира. Наиболее пострадавшие здесь, конечно, спортсмены. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина говорит, что в ее виде спорта, в наилучшей форме, можно подойти только к одной Олимпиаде. В нашем виде спорта вообще до второй Олимпиаде дойти сложно, потому что мы очень рано начинаем заниматься этим видом спорта, и с раннего возраста у нас получают сильные физические нагрузки, идут по две тренировки в день, и не каждый организм это выдерживает, и в принципе, как правило, у нас молодой вид спорта, то есть заканчивают девчонки уже свой спорт 16-18 лет. Решение в силу еще не вступило. Это произойдет через 21 день, либо после того, как спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию российской стороны. 19 декабря пройдет заседание Наблюдательного совета Русада. Там будет представлен доклад российского агентства, после чего будет выработана позиция по этому вопросу. Александр Быков, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok